Друзья, всем привет! С вами снова Колян, вы на канале Моисей. Я уже в пути, еду с ягелем груженый, загрузился вчера в Капдоре. Сегодня с утра приготовил машину, заправил ее солярой полностью, собрался. Сейчас вот уже проехал Канталакшу, пост, буду поворачивать на Лакуртию. Ехать мне придется через Лакуртию, тут ближе выход в Финляндию. И, соответственно, сейчас доеду до самой Лакуртии, там еще набрал с собой 2 канистры, 3 соляры, чтобы полные баки вышли. Там, получается, перелью ее, потому что через границу, как, может быть, многие знают, нельзя проезжать соляры. То есть 10 литров только дается, можно перевозить топливо через границу. Соответственно, чтобы не было у меня никаких штрафов, санкций и тому подобное, я буду переливать соляру, заливать полные баки и уже передвигаться через границу с пустыми канистрами. Вот, на сегодняшний день моя задача перебраться через границу, чтобы меня пропустили, вот, чтобы было все хорошо. После этого мне нужно будет доехать до Оллы, ну, там, рядом Ваала. Вот, доехать до Ваалы, и нужно будет там переночевать, после этого с утра меня выгрузят, и сразу же поеду в сторону Пиозера. До Куцама доеду, там примем решение, как выезжать, скорее всего, в любом случае, через Пиозера, чтобы в кейстинге загрузиться снова доской. И поеду я на Мурманск. Как-то так. Друзья, сильно не обижайтесь, если у меня такая, знаете, как бы проблема с речью, потому что стараюсь над собой работать, стараюсь быть красноречивым, что вам нравилось, как я говорю. Стараюсь без всяких слов-паразитов разговаривать, без всяких таких лишних жестикуляций. Вот, пока я к этому привыкну, ну, я не топовый блогер, как многие, но и не стараюсь, как бы, прям совсем топовым стать. Стараюсь просто хотя бы научиться основному, хорошо для вас монтировать видосы, более качественно, более качественно. И также хочу научиться снимать разные красивые кадры, чтобы вам заходило и нравилось. Уже осень такая, уже поздняя, скоро, я думаю, выпадет снег. У нас так вот красиво. Уже деревья все желтые, цветные. Вообще четко все. Вот, и на данный момент я вот еду... Уже повернул на Ла Куртио. Вот, по этой дороге еду. Так, и еще, друзья, напишите в комментариях, пожалуйста, как вам такой вот формат в плане того, чтобы я снимал широкоугольным объективом. То есть, поставил широкоугольную функцию на камеру. И чтобы вам было больше видно. В общем, друзья, сейчас только что проехал пограничный пост передо Ла Куртио. И буду спускаться к Ла Куртио. Здесь, как вы видите, уже все тоже... Ну, в принципе, на севере уже все. Листья отжелтели. Сейчас будет ветра, заморозки. И они быстро упадут, спадут. И будет снег падать. Сразу уже. Я думаю, что либо в конце этого месяца, в сентябре, либо в начале октября, в середине октября, суббудово уже снег будет. Вот. Пока все хорошо, все нормально. Двигаюсь потихонечку. Датчик. Правда, давление масла нифига не работает. Нужно будет поменять, заказать все остальные. А, еще датчик температуры уличный не работает. Тоже нужно будет посмотреть, в чем дело. Скорее всего, как бы он рабочий сам по себе, но нужно будет посмотреть либо контакт, либо провода отвалились просто. Я думаю, скорее всего, что контакт, потому что он на ямках вот начинает титики мять. То туда, то сюда прыгать. То минус 40, то минус 12, минус 10, минус 3. Такая вот ерунда. Это контакт плохой. Вот. Дорога, конечно, до Алла-Куртии не очень. Ну, я вам скажу так. Дорога до Алла-Куртии и до границы намного лучше, чем дорога до Пиозера и от Пиозера до границы. Соответственно, это еще дорога ого-го даже хорошая. Вот. Подъезжаю. Знак 30 тонн. Ко-ло-ярви. Вот озеро. Скайралы. Ну, не знаю, поселок, я так понимаю. Потому что тут домов-то особо не нету. Тут кафешка с левой стороны находится. И чуть-чуть дальше там пилорама. Пилорама Глебовская. Если я не ошибаюсь, фамилия директора. Вот. Ну и частные секции. Дома. Вот. Пилорама вон там вот находится. Вот. Там я работал. Вот отстроили сгоревший бункер. То есть склад. Здесь тоже, смотрю, все поотстраивали. Блин, молодцы. Налаживают потихоньку. Здесь, получается, я отработал около трех месяцев. Там, в принципе, и жил в машине прям. И мыться ходил там к пацанам. Вот. Потому что, ну, иначе никак. И возил отсюда, получается, до границы 20 километров. Отсюда до границы. И от границы 50. 50 или 70, 80. Где-то так. Туда возил на котельную к щепу. И где-то делал по два рейса в день. Зимой и летом. Ну, тут хорошо хоть асфальт сделали. Раньше тут такого асфальта не было. Асфальт раньше... Здесь вообще раньше асфальта не было. Здесь просто была грунтовка. И то не очень хорошее состояние. Можно сказать, как дорога, как топи озера. Но они собрались. Все-таки сделали. Это радует. Раньше вам скажу, друзья, эта дорога была оживленная. Постоянно катались легковые машины. Сейчас из-за того, что пандемия, вообще никто не ездит. Пустая дорога абсолютно. Вот. Знак уже 70 км в час. И, соответственно, я уже подъезжаю к пограничному постконтролю. Он находится в 10 км от самой границы основной пропускного пункта. Вот. Сейчас я остановлюсь. Залью здесь соляру. Здесь вот такой пятачок есть. Вот. Раньше на этот пятак, я вам скажу так, на этот пятак можно было заезжать, останавливаться, ночевать. И, как бы, никаких претензий никто не предъявлял. Сейчас почему-то начали предъявлять все претензии, что здесь нельзя ночевать, выгонять обратно и тому подобное. Вот. Вот он идет. Что хочет, как бы, узнать, не знаю. Но пойду заливать соляру. Это уже вторая. В общем, только вот проехал пропускной пункт пограничный. Сейчас 10 км и буду на границе оформляться. Я думаю, что в лучшем случае, в лучшем случае где-то у меня все оформление и проход границы займет около трех часов. Это в лучшем случае. Ну, буду надеяться на лучшее. Вот. А так может затянуться еще надольше. В основном держит только русские очень долго. А у финнов все очень быстро. Как бы никаких проблем нету. Все слажено четко. Я уже на границе заехал. Сейчас буду проходить ее. Ну, тут, в принципе, типа снимать нельзя, но чуть-чуть подсъемчик сделаю. Что поделаешь? Это сало. Диутифри не работает только в два дня определенно. Вон там даже еще машина какая-то грузовая стоит с Каней. Так, друзья, чтобы вы знали и понимали, что я здесь уже около часа. Приехал я где-то в пол второго, даже, наверное, больше, чем около часа. Вот. Меня еще держит. Я расчехлен. Документы я не знаю, сколько можно, блин, оформлять. Сейчас получается... Сейчас возьму... Ну, сейчас, получается, документы оформят, пофоткают, посчитают. Не знаю, сколько это по времени займет, но... Они заколебали. Что так долго? Это я понять не могу делать. Ой, просто жесть. Просто нервов не хватает. Ну ладно, что я пока покушал, сижу, отдыхаю. Тут балдею. У меня отстой идет пока за это время. Вот. Как только пройду границу, сразу же до Кусума там тоже у меня отстой 45 минут, и как раз мне 4,5 часа хватает до вала добраться. Друзья, чтобы вы понимали, время уже 5 часов, продержали меня где-то тут с полвторого. Ну вот, считайте, 3 часа, 3,5 часа никуда. Просто постоял. Хотя, ну, дел там, по сути, как по мне, так вообще ерунда. Не знаю, чего не так долго муть открутить. Наверное, очень мало машин, поэтому особо и не торопиться никуда. Друзья, чтобы вы понимали, это уже финская граница. я пересекаю финскую границу. Красота просто неимоверная, солнышко светит. Жалко, что очки только не взял. Соответственно, сейчас время уже 5 часов, 10 минут. Ну, вот, представляете, просто уровень. на русской границе 3,5 часа, на финской границе 10 минут, 20 минут максимум. Ну, полчаса, может быть, максимум, там, если у них программа, дубит ли нового программа или что-нибудь еще в этом роде. Это уровень просто. Нам, конечно, ну, русским, я имею в виду, еще далеко до такого. У нас все всегда через задницу. Друзья мои, вплоть, что я могу сказать. Взял, одел белую футболку сегодня чистую, свежую. И пока, короче, расшторивался, зашторивался, одел рубашку. Кстати, где-то она лежит. Не знаю. Где-то сзади, там, за портфелем. Одел рубашку, пока расщеклялся, рубашка была расстегнута и заплюхала. Все полностью здесь, здесь капли. Короче, я расстроился. Это мой мерч. И я его зафоршмачил. Теперь в чем я буду ходить по Финляндии хиповать. И, кстати, еще четыре там своих мерча, две черных и две белых, отвезу в магазин. А в какой, вы увидите чуть-чуть попозже в этом видео. Слепит очень сильно солнце, поэтому открыл козырек. Сорян. Вот. Подъезжаю к Сале в данный момент. Сейчас вам расскажу. Ну, я знаю, что большинство, кто ездит за границу, много еще знает. Но для других, кто не знает и ни разу не ездил за границу, расскажу. что есть такая, как сказать, как правильно выразиться, когда покупаешь в магазинах продукты или какой-то товар, есть пошлина возврата. Она называется либо invoice, либо ALV, либо tax-free. Вот. invoice, он забирается, ну, то есть, это где-то процент, какой-то процент тебе возвращается, когда ты приезжаешь в этот же магазин и по чеку тебе возвращают там, ну, небольшой процент от этой суммы, на которую ты набрал. Нужно набрать больше 40 евро. Вот. Tax-free там совсем немножко по-другому. Там, получается, можно забирать только в определенных местах. И это одно место определенное находится в сале. И это место вот это вот как мотель, не мотель, не знаю. Блин, тут закрыто, что ли оно? Да, нет никого закрыто, так что, наверное, даже останавливаться не буду. Вот это тот мотель. Блин, он может даже и не закрыт. Пойти сходить, что ли? Вот это тот мотель и там есть есть человек, который выдает именно по чекам, по таким вот чекам деньги. Ну, возвращает процент. Там, конечно, Tax-free поменьше процент, чем ALV либо Invoice, но все же, как бы, все равно приятно. Поэтому сейчас постараюсь бегать, получится, не получится, снять. Посмотрим. Что же хочу сказать, друзья? Сходил я в этот отель, женщина меня отшила, сказала, что, ну, дала почтовые конверты, сказала, нужно отправлять эти конверты почтой, только непонятно куда и чего, какой адрес и все остальное. Вот, дала визитку, сказала, если что, можно узнать там и, соответственно, на карту переведут деньги. Как-то так сейчас так все работает. Итак, друзья, с Аллы выдвинулся я дальше в путь. По планам сейчас добраться до Кусама, это примерно 100-150 километров, ну, 2-2,5 часа. И там отстояться, ну, это где-то около 45 минут. Там я отстаиваюсь и потом дальше еду до самого места и приеду, наверное, уже поздновато, потому что время уже 6 часов. будет темно, а фары сверху не горят ни хрена, только снизу, ну, хотя бы так, все равно лучше. Надо уже готовиться к зиме и делать свет. Готовиться. Надо уже готовиться к зиме и делать свет верхний, потому что олени сейчас поуходят, точнее, олени уже есть, просто зимой пока они не уйдут, будет еще позже. Как-то так. Ну, все, а я погнал. Вот видите, какая дорожка. Не то, что у нас в России нету ни хрена для людей, а здесь просто для людей сделали отдельную дорожку, по которой можно ходить, гулять, кататься, безопасно все, никто тебя не трогает, делай, что хочешь, вообще без проблем. Друзья, дамы и господа, наконец-то я добрался до Кусама. Конечно, сейчас уже стемнело, видимость может не очень не так хорошо, как днем. Соответственно, сейчас вам все покажу. Здесь с правой стороны сейчас скоро будет, в скором времени должно быть, должен быть завод Пелька, куда мы раньше возили доски, щепо, опилки, все пиломатериалы и лес, кругляк и все остальное. Сейчас, к сожалению, временно на него не возим, потому что большие боссы, директоры, не договорились по цене за лес. Соответственно, как-то так. вот он находится Пельку, такое большое предприятие, но по Финляндии они монополисты, их очень много, это Пелька заводов, поэтому вот он, завод Пелька. Сюда вот возили лес кругляк, сейчас, к сожалению, они пилят только свой. как-то так. В общем, я добрался до Кусума, сейчас доеду до заправки, до какой-нибудь стоянки, остановлюсь, покушаю, 45 минут отстаю и дальше в путь. Я думаю, что поздней ночью нет смысла ничего снимать, все равно, наверное, видимость плохая, особо так не видно, как днем, все хорошо. поэтому включу камеру, поэтому включу камеру завтра. Привет, передавай. Вот такие замечательные люди меня выгружали. Вот такие картонные коробки с ягерем. сейчас буду закрываться и уезжаю. Привет! Паши! 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 А то кауни да ты кутие! Привет! Маши! ха-ха-ха! 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 Друзья, в общем, такое дело, сейчас меня выгрузили, разбудили где-то часов в 7. Время сейчас уже пол-одиннадцатого. машину полностью выгрузили. Все хорошо, все удачно. Я сейчас выдвигаюсь в сторону Тусама и все-таки приняли. Все-таки получается так, что я сейчас с рук не повезу на иголу, а поеду в кестингу принято доской и на поле встанет. В общем, меня выгружали хорошие люди. Все-таки добродушные. Улыбаются, сверются, разговаривают. Так как бы, правда, я не понимаю, о чем, но это мне не мешает. Сейчас не двинулся, мне ехать где-то так плюсом часа 4-4,5. Погода хорошая, солнышко, ну а я в пусть. Друзья, вот этот винт стоит как памятник. Как бы, прочитать до чего и до какой цели этот памятник и от чего нету возможности, но он здоровый, я так понимаю, от большого судна какого-то. блин, чуть не врезался в рот его компот. Где зоны невидимые. КОНЕЦКИ НЕМЕЦКИ 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 Это город Ваала. Ну что, погнал. Четыре с половиной часа я в Кусама. Друзья, вот я наконец-то добрался до Кусама. Сейчас нужно заскочить в магазин и поеду в Эттере устранять проблему на этой машине. Позже вам объясню какая проблема и в чем она заключается. Но пока что до магазина. сейчас направляюсь в сторону в Эттере это Вольво центр где мне будет делать диагностику. Посмотрю разберутся в проблеме причине неисправности или нет. Вот он экспресс сервис Вольво сервис на который я типа как бы записался. Друзья, в общем я заехал в Эттере меня приняли у меня какая проблема на этой Вольво на этой Вольво почему-то плохо работает тормозная система брейк тормоза когда нажимаешь на тормоза тормозит только тягач прицеп слабо тормозит соответственно на тягач тормоза перегреваются диски потом начинают лопаться и все в этом роде сейчас я заехал в Вольво сервис стоит чистенько культурно заехал в Вольво сервис оказывается особо не могу тут как бы типа частная территория может быть не разрешено снимать но сейчас мне продегностируют и посмотрим что и как ну что хочу тут сказать друзья в общем выехал я с Ветари служба сервиса мне там к сожалению не разрешили снимать какую работу производили я потом спрашивал отказали вот выяснилась такая причина что именно почему плохо идет воздух на прицеп когда нажимаешь тормоза из-за крана модулятор тормозной системы он расположен между аккумуляторным ящиком и где аккумулятор с левой стороны между аккумуляторным ящиком и крылом соответственно либо причина в нем его нужно полностью поменять либо причина в электрике мне распечатали полный список ну вот заплатил я за это за все 90 евро и мне нужно было еще получается была такая проблема на этой машине что когда подключаешь прицеп с диодной системой световой диодной системой то начинает моргание на прицепы здесь была на этой машине такая проблема когда подключаешь прицеп с диодной световой системой начинается импульс моргания соответственно ни один фонарь не работает и для этого также я туда обратился в этот ворву сервис мы не как сказали устранили эту причину пока что я не могу проверить потому что нет у меня прицепа с диодной оптикой и получается проверю я уже в Россию когда выеду заплатил я за это все 90 евро как бы дороговато конечно если честно это получается около 7000 за обычную диагностику там выявить кран по компьютеру и вот эту неисправность по свету устранить но что поделаешь и самое главное чтобы именно в этом была причина потому что кран-то я куплю либо найду попробую поменять и проводку все просмотрю самое главное чтобы в этом потому что если это не он то полная шляпа будет нужно будет разбираться потому что нужно будет разбираться в чем причина просто так ты не посадишь водителя на эту машину потому что может улететь или еще что-нибудь зимой как летом еще более-менее но все равно из-за этого из-за того что неправильно работает тормозная система начинают перегреваться тормоза на самом тягаче и из-за перегрева они начинают лопаться рассыпаться и приходить неисправность друзья что могу сказать вчера не снял видео потому что уже было поздно добрался я значит до границы сейчас как вы думаете где я нахожусь я нахожусь в Пиозерском но к сожалению без машины без грузовой потому что вчера произошел рецидент такой я приехал получается на границу где-то без 20 минут 8 до закрытия и меня ну как бы начали засматривать все как есть единственное что я не учел тот факт что набрал всяких продуктов и ну принадлежностей как бы личных для личного пользования больше 25 килограмм соответственно меня вчера начали дрюкать за это выписывать всякие протокола досмотры и все остальное задержали еще где-то до практически до 11 часов мы там были на границе это с 8 до 11 и сказали что нужно придется оставить машину сегодня меня забрали до пиозера я сходил переночевал сейчас жду пока меня заберут таможня и поедем уже на границу соответственно какие на сегодня у меня задачи это добраться до границы получается завершить с этими штрафами ну то есть там какую-то придется видимо пошлину оплатить за 5 килограмм перегруза где-то 20 евро выходит ну общая сумма вот соответственно завершаю с этим беру машину и еду сразу же в кестингу грузиться грузиться еду сразу в кестингу грузиться палетами палеты повезу на Мурманск в общем добрались время у нас на это ушло около часа сейчас будут меня дальше продолжать процедуру оформления и потом поеду ну друзья я просто переполнен эмоциями просто даже слов нету до сих пор стою на границе время уже ближе к десяти часам уже с того момента как я приехал два часа прошло два часа меня еще до сих пор опять держит все из-за какого-то извиняюсь за выражение сраного штрафа в 20 евро меня-то держат со вчерашнего дня три часа продержали уже два часа держат что там делать-то нахрен надо пять часов уже прошло неужели сложно на кнопки потыкать на компьютере сделать нормально и отпустить меня быстрее я просто вахер с этих с этой таможни с этой границы просто жесть сижу жду сейчас еще немножко подожду до десяти если ну немножко осталось если ничего не поменяется пойду их торопить и подгонять потому что какого хрена друзья наконец-то я только что прошел границу вы просто не представляете это вынос мозга сейчас получается я приехал сюда к восьми часам они начали работать типа в девять часов да грубо говоря сейчас меня выпустили время 12 часов вот чтобы вы видели чтобы вы не думали что я вру время 12 часов это продержали меня сегодня еще 3 часа ну грубо говоря то есть плюс сейчас еще то что мы 8 приехали а они говорят что типа мы начинаем работу с девяти и вчера еще три с половиной часа это почти 6 часов в общей сложности или 7 из-за чего из-за чего просто из-за 5 килограммов перевеса по ну как бы по продуктам то что я купил это просто жесть а я вам объясню почему такая ситуация происходит сейчас я вам расскажу пока я иду по плохой дороге соответственно получается как что люди ну люди которые работают на таможне они компетентные да они компетентные в своей области но как сказать не все могут работать с новой программой то что делает для них таможня не все абсолютно и из-за этого у них получается не слаженность и не складанность то есть получается для них делают вот эту новую программу и ее еще не протестировали не проверили и выбросили то есть ну в поле и все и они встряли как только начинает приезжать машина какая-то вот с такими проблемами где на любой другой таможне это быстро все решается быстро оформление идет здесь же начинается ступор они не знают что делать у них плохо работает техника у них отсутствует соединение с интернетом в общем одни ну как не отговорки ну люди может честно искренне говорят что так оно и есть но работа вообще это 7 часов простоять из-за 5 килограмм чтобы напечатать административное правонарушение и ТПОшка это таможенная что-то там какой-то ордер не знаю вот и что я думаю я думаю что да я не знаю я не могу подобрать слов потому что одни эмоции мне хочется материться ругаться и все но к сожалению я не могу я уравновешенный парень умеет себя контролировать вот просто в следующий раз буду умнее не будет такой ерунды будет все взвешено и если что заранее может быть ну если я буду знать что у меня будет перевес заранее соответственно буду все делать эту декларацию транспортную там какую-то пассажирскую транспортную декларацию буду заполнять и все будет проходить более-менее наверное быстро но я вам скажу так что это ерунда такая только в России в Финляндии такого нету абсолютно нет у них оформление идет быстро что в ту сторону что обратно вот вчера я получается начинал пересечение границы без 28 потому что ну как бы уже не успевал меня за 5 минут оформили на границе на финской и все я встрял получается здесь на русской границе то есть у них бы оформление около полчаса прошло или часа и соответственно из-за того что такая ситуация случилась меня задержали вот на это время хотя если бы все у них работало работало все было бы отлажено если бы они были грамотно проинструктированы и научены и обучены всей этой новой технологии сейчас у них недавно где-то около полмесяца или месяца назад также ввели новые опять правила правила по поводу этих карточек допуска сейчас карточка это по сути им нафиг не нужна в обычном виде у них все в электронной системе и соответственно когда я делал два рейса крайние то есть в прошлом месяце грубо говоря или в начале этого точно не помню у них не выдавало на компьютере в общей там реестровской какой-то базе что у меня на машину есть карточка и соответственно они парили мне так же мозги два-три часа четыре из-за этих карточек и только потом начинали оформлять и пропускали в конечном итоге без этого ну неужели кто дает вот распоряжение доможни не могут это как-то усовершенствовать неужели приходится через боль страдания других людей водителей которые и так работают и так живут в машине вот я получается машину оставил на таможне и уехал в Пиозеро да ладно бы если был бы ну как бы незнакомый город мне негде там переночевать абсолютно ну что за дебилизм я вот этого понять не могу в общем так ну как бы не очень у меня уважение к русским таможенникам ну как бы к самим людям чисто по-человечески да есть хорошие люди я не спорю но вот именно из-за их системы дебильной которую сначала нужно протестировать проверить когда в Росреестр все данные забьются как-то это посмотреть только после этого начинать вводить уже в саму таможню эти документы ну то есть этот регламент по поводу проверки документов они делают неправильнее я считаю ну что поделаешь если вам понравился видос ставьте пальцы вверх авансом ну и вообще я буду очень рад поддержить пожалуйста мой канал также подписывайтесь на мой канал потому что вас впереди ждет более сочный контент тем более впереди зима не забудьте поставить колокольчик обязательно чтобы не пропускать новые видосы но я погнал спасибо за просмотр